Аплодисменты 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 Дорогие друзья, рассаживайтесь, пожалуйста Я очень рад видеть вас сегодня И я много мог бы рассказывать о том, какое сегодня Какое чудесное настроение О том, как я... Но я ничего говорить не буду Сразу вам скажу Потому что программа концерта настолько Настолько серьезна Что я вообще не понимаю, как Мы все успеем Потому что вообще нас обещали утром отсюда выгнать А мы сейчас тут с одним почетным гостем Тут неподалеку находятся Проверяли нашу программу сегодняшнюю Пришли к выводу, что вместе со вторым отделением Мы как раз к утру И закончим Вначале я хочу сказать огромное спасибо Людям, благодаря которым этот концерт состоялся Это компания Криус Тренинг Лимитед Большое вам спасибо, друзья Я хочу сказать отдельное огромное спасибо Радиостанции Эхо Москвы Которая давно и искренне делает много доброго Для многих хороших людей Я хочу сказать спасибо компании Эмиль Которая неожиданно в тяжелейшую секунду выручила нас Когда уже концерт был готов сорваться Проходите, пожалуйста Проходите, садитесь, пожалуйста Я хочу сказать спасибо всем вам, что вы сегодня пришли И хочу начать издалека Потому что если я сейчас начну говорить, меня не остановите Я хочу начать издалека Как водится, с мокрой палатки В которой сидит лохматый студент с гитарой И сочиняет песню, которой, как выяснилось Этим летом исполнится 30 лет И я знаю, что сейчас здесь, в этом зале Очень много людей, которые 30 лет назад эту песню слышали Дождь на дысы кулем сплошной пеленой И ночь чернилами льется свершим И серой горной курчавой стеной Весь мир на части тянь-шань раскрошил Кто-то от нас вдалеке Стиснув фонарик в руке Месит болото Кто-то, забыв про уют В слом комарином краю ждет вертолета Где-то в морях неизвестных и злых Бродят суда, словно суши осколки Где-то в степях зацветает полы Там за хребтом мир живет, мир шумит А у нас только дождь на дысы кулем Сплошной пеленой И ночь чернилами льется с вершин И серой горной курчавой стеной Весь мир на части тянь-шань раскрошил Кто-то в избушке лесной Тронет безмолвье струной тихо и нежно Кто-то в Нотр-Дам-де-Пари На языке говорит на зарубежном Но расстояние считать не по нам Встретимся вновь, человек не иголка Пусть нас опять разделила стена А за стеной мир живет, мир шумит А у нас только дождь на дысы кулем Сплошной пеленой И ночь чернилами льется с вершин И серой горной курчавой стеной Весь мир на части тянь-шань раскрошил Попугая с плеча Старый босс вам сними Я к тебе заглянул На минуту-другую Я сопливый матрос И едва заштормит Под коленками дрожь Удержать не могу я Я не то, что боюсь Просто ж я не привык Хоть в мои-то года Быть пора капитаном Я хочу все уметь Расскажи мне, старик Как быть добрым, большим Мудрым и постоянным Приоткрой мне, старик Тайны древних морей Ты ведь знаю найдешь Чем со мной поделиться Ты ведь знаешь язык Рыб и птиц и зверей Ты ж сумел научить Говорить свою птицу Научишь в кабаках Ром холестать из горла Научи соблазнять Длинноногих красоток Жить, чтоб как у тебя Жизнь под ложечкой жгла Чтоб по жилам неслось Сумасшедшее что-то А еще объясни Как тайфун обогнут Как не падать за борт Шторм так же, как в штиле Объясни, как мне пулы Чтобы не утонуть Расскажи, как мне жить Чтобы не утопили Ты же объездил весь мир Что ж ты, боссман, молчишь Что же птица твоя Вдаль глядит, не мигая Видно, боссман, ты прав Жить нельзя научить Можно лишь научить Говорить попугая Нам по шкуре чужой Не прочесть ничего Мы на шкуре своей Все испробуем вскоре Неужели ж нам в штиль Греть под солнцем живот Не затем мы идем В беспокойное море Я уж как-нибудь сам Жизнь рискну изучить Можно ли боссманом стать Бурь и гроз избегая Так что ты уж молчи Старый боссман, молчи И скажи помолчать Своему попугаю Своему попугаю Все это лишнее Потому что у нас сегодня здесь Почетный гость Который в прошлом году Свой юбилейный концерт Зажал Поэтому позвольте мне Пригласить на сцену Георгия Леонардовича Васильева Даже микрофон вас не узнает Слишком долго я отсутствовал Георгия Леонардовича Васильева Который любезно согласился Вспомнить наши старые песни И принять участие в этом вечере Он подошел к этому Чрезвычайно ответственно Он купил себе гитару Полгода на ней репетировал Три дня назад он понял Что гитара плохая И попросил у нашего знакомого Очень хорошего Хорошую И вот играет на хорошую Алексей Игоревич своих спонсоров Уже поблагодарил Я тоже хочу поблагодарить Своего спонсора Большое спасибо Тимуру Ведерникову Ну давайте песни петь Такое впечатление Что у вас слышно Меня нет Как всегда Как обычно Но сегодня это простительно Сегодня юбилей у Алексея Игоревича Я должен сказать Что юбилей этот Вот именно сегодня Сегодня он ощущается Особенно торжественно Дело в том Что несмотря на то Что Алексей Игоревич Выглядит выше меня ростом На самом деле Это не так Всю жизнь Всю жизнь он меня догонял Я его опережал почти Почти на год Почти на год Все юбилеи он отмечал После меня Вот я действительно В прошлом году Чуть меньше года назад Отметил свой юбилей И сейчас Тихонечко Да Мне тоже было 50 То есть собственно Мне и сейчас 50 И вот сейчас Вы присутствуете При уникальном Совершенно событии Один краткий миг Можно сказать Мы в одном возрасте В возрасте 50 лет А если прибавить 50 и 50 То получается 50 То получается Весьма солидная цифра Получается что вы присутствуете Сейчас на юбилейном концерте Людям которые присутствуют Сейчас выступают на сцене Совместно Ровно 100 лет Приходи ко мне Глафира Я намалился один Приноси кусочек сыра Мы вдвоем его съедим Буду ждать желанной встречи Я у двери начеку Приходи ко мне Под вечер Посидим Попьем чайку Лучше быть сытым Чем голодным Лучше жить в мире Чем в злобе Лучше быть нужным Чем свободным Это я знаю По себе Это я знаю По себе Приходи ко мне Глафира Ненароком Не взначай Приноси кусочек сыра Видите сыру Что за чай Ты колбаски Два кусочка А я маслица найду Наше время В одиночку Не прожить Имея в виду Лучше быть сытым Чем голодным Лучше жить в мире Чем в злобе Лучше быть нужным Чем свободным Это я знаю По себе Это я знаю По себе Буду ждать Я не устану Ты мне только Покажись Должником Твоим я стану На оставшуюся жизнь Подари Приветным взглядом Малость Рядышком Побудь Больше Ничего Не надо Только К чаю Что-нибудь Лучше быть сытым Чем голодным Лучше жить в мире Чем в злобе Лучше быть нужным Чем свободным Это я знаю По себе Это я знаю По себе Это я знаю По себе Покажись 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 Со старой гитарой Было удобнее Подходить К краю сцены Сейчас Можно запутаться В шнуре И упасть У тучи нет иной заботы Как наше солнце закрывать И расписание полетов Безможным образом срывать Все небо В серой простоклаше И мелкий дождик облажной Отложит все заботы наши До восемнадцати Ноль-ноль До восемнадцати Ноль-ноль У ветра нет иной заботы Как наши тучи разгонять И расписание полета Волшебным образом менять Мы все в плену атмосферы Пока не стихнет дождь косой И ожидания профиль серый Завис над взлетной полосой Завис над взлетной полосой У солнца нет иной заботы Как наши ливни прекращать И расписание полетов Через окошко освещать Молчит измученный диспетчер Закрывший небо до шести Не плачь, мой друг, еще не вечер Мы непременно полетим Мы непременно полетим У жизни нет иной задачи Как ожиданием нас давить И лет в руке багаж оплачет Так что ж мы медлим, черт возьми Когда еще счастливый случай Представит нам аэрофлот Коль наше счастье так летуче Мы разрежим ему полет Мы разрежим ему полет Знаете, взаимоотношения полов... Ой, Алексей Горячев, вам цветы Взаимоотношения полов Очень сильно меняются В зависимости от возраста Сначала мужчина глава семьи Но наступает момент Когда женщина становится главой семьи Это происходит практически всех Во всех, без исключения Семьях Не потому что женщина становится жестче А потому что мужчина становится мягче Им становится приятно Подчиняться Выполнять указания В общем, находиться под пятой Я практически не знаю исключений Нет, ну, наверное Есть какой-то процент Кремневых мужчин Которые До седых волос Проложают оставаться главами Вы знаете, я так соскучился По конферанцу Георгия Леонардовича Что я даже боюсь слова произнести Пока он говорит, думаю Господи, как я давно тебя не слышал И я вот все думал Я вот все думал Когда же наступает вот этот критический момент Когда все становится с ног на голову Вернее, наоборот С головы на ноги Я знаю, когда Когда? Когда ноги протягиваются Тогда мужчина становится А я вот так думаю Что где-то вот этот вот возраст Который вы сейчас вступили Это примерно Примерно Это самое Это самое состояние Вот переходное состояние Я-то уже давно это постиг А вы, Алексей Игоревич Скоро сами это поймете Который час скажите откровенно И вы решите сто моих проблем Скажите семь И я проснусь мгновенно Скажите два И я пойду поем Ах, какая благодать Самому часов не наблюдать Пусть даже с риском А похудать И схудать А похудать А похудать Который час Ответьте не скрывая И если вдруг Любви пришла пора Я все одежды Тут же посрываю И буду ваш До самого утра Ах, какая благодать Самому часов не наблюдать Пусть даже с риском Опоздать Который час Скорей мне сообщите Я на защиту Стану как один И может быть Погибну при защите Ведь час последний Неисповедим Ах, какая благодать Самому часов не наблюдать Пусть даже с риском Пострадать Ну что же вы Молчите право слова Ведь ради вас И только ради вас Я тут столбом Стою на все готовый Вы намекните Лишь который час Ах, какая благодать Самому часов не наблюдать Пусть даже с риском Зарыдать И сгудать Опоздать 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 Уже много лет как не исполняется. Да, следующая песня, которая не исполняется уже много лет, уже много лет предшествует эпиграф. Эпиграф, сделанный из старого анекдота. Кукушка, кукушка, сколько мне осталось жить? Ку. А почему так, ма? Я хочу быть высокой сосною, Чтобы жизнь не прошла в попыхах, Чтоб знакомый орел надо мною Ежедневно парил в облаках. Чтоб знакомый орел надо мною Ежедневно парил в облаках. Чтоб корнями широко раздаться И стоять, не считая года, Чтобы шишками сверху кидаться Без опаски попасть не туда. Чтобы шишками сверху кидаться Без опаски попасть не туда. Я хочу быть высокой сосною, Чтоб бездельничать век напролет, По утрам не расчесывать хвою И не мыться, пока не польет. По утрам не расчесывать хвою И не мыться, пока не польет. Чтоб не ведать конца и начала И не видеть асфальт в окне, Чтоб шуметь о своем величаво, Не заботясь о завтрашнем дне. Чтоб шуметь о своем величаво, Не заботясь о завтрашнем дне. Я хочу быть высокой сосною, Чтобы время катилось рекой, Чтобы ты, проходя подо мною, Покорять проводила рукой. Чтобы ты, проходя подо мною, Покорять проводила рукой. Так, пошли записочки. О, от спонсора. Так это было мило. Приложить к гитаре еще и цветочек. Спасибо. Дорогой Алексей Игоревич, Прочитайте, пожалуйста, Предыдущую мою записку. А, вот она пришла позже. Она проходила карантин там. Дорогой Алексей Игоревич, Большое вам спасибо. А, нет, здесь написано другое. Дорогой Алексей Игоревич, Большое вам большое написано. Воспользовательный знак. Все. А, вот еще написано, Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Это не песня Алексея Игоревича. Но все равно здорово. Я его все песни знаю. Спасибо вам, друзья. Кстати, спойте, пожалуйста, Эту вашу замечательную песню. Дорогие Василии, Мы хотим вспомнить старую добрую традицию С записочками. Спойте, пожалуйста, Коричневые брюки. Подпись. Подпись, шестой ряд. Нет, нет, подождите, не надо. Дело в том, что во втором отделении Записочки выполнить будет невозможно. Во втором отделении тут будет сидеть 40 человек, Которые записочки не признают, Они ноты знают. Алексей Игоревич наслаждается последними глотками. Не вы ли автор рекламы Линии продуктов Фазента? Нет, не я. Пицца и лазанья, Все это Фазенда, предмет для обожания. А что, мой стиль? А, будто слышится ваш стиль. Поэт матерый я, оказывается. А Алексей Игоревич сказал, Что во втором отделении Он будет петь с оркестром? Нет. Нет? Не сказал? Это же не декорация. Это все будет работать. Во втором отделении. Мы на разогреве. Причем Причем Я прошу заметить, Что не только я. Да, я тоже. Потому что Я тут в поисках лишнего билетика Полез в интернет, Залез на сайт Афиши.ру И обнаружил, Что сегодня В концертном зале Имени Чайковского В 7 часов вечера Состоится концерт Симфоджаза Фонограф И это правда. И Алексей Игоревич Там не упомянут Никоим образом. Ну вообще, Честно вам признаюсь, Во втором отделении Вы поймете почему. Они так играют. Описайте. Я опять На медне одичал Где же вы Здоровые задатки Раздражаться Стал По мелочам Стал прощать Большие недостатки И уж так Снова началось Вновь Содом Дурдом Неразбериха То ли радость Это То ли злость Все смешалось Все сплелось Лихо Мое Лихо Так Жена Рвет В ярости Чулки Потеряв Надежду И взоштопать Так Автопилоту Вопреки Самолет Нырком Уходит В штопор Так Сборан С тупым Упорством Бьет Черным Лбом Обысгорать Кошары Я поплыл Я тронулся Как лед И ночами Напролет Снятся мне Кошмары Ночами Напролет Снятся мне Кошмары Отгоняя Прочь Ночную Жуть Я с утра До вечера Корячусь Как шахтер Продукт Произвожу И в работе Как в болоте Прячусь И исчезаю Став себя В наем Как ночной Туман На дне Оврага Чтобы не видеть Света Даже днем А гори она огнем Вся эта шарага Гори она огнем Вся эта шарага Я зажат Железные диски Я хриплю Заезженной Пластинкой А желанье Рвут меня В куски И ревут Животные Инстинкты И топочут Дикие Стада Я верчусь Мечусь Впадаю В детство Думал Дурь мою Вымут Года Выходит Никуда От нее Ни детца Выходит Никуда От нее Ни детца Выходит Никуда От нее Ни детца Я уже подключенный А скажите, пожалуйста Это только я не слышу своей гитары Или в зале тоже такой же эффект Слышно все Ура Комната номер 108 Срок проживания с 16 по... А, это из этого гостиницы Господа Господа Мы вас Страшное дело Что происходит С глазами Да это не с глазами Это с руками С руками Руки надо длиннее иметь Да и не с моими руками С руками, которые пишут Страшные вещи Я в антроптере прочитал Слушайте, ну Имейте совесть Дайте хоть Не кажется ли вам, что орган на заднем... А, извините Про ту Орган Орган на заднем плане Не кажется ли вам, что орган на заднем плане Навевает особое настроение Да, безусловно Навевает Орган на заднем плане Навевает не особое настроение сегодня Такой юбилей, наверное, сказал Спасибо Вот навеял Это как же Это что же Почему оно все время где-то жмет То мешает То тревожит И на вкус ни соль, ни перец и ни мед То ли в клетку То ли в пятнах Не понюхать и на стенку Не прибить Совершенно Непонятно Для чего его вообще употребить Разлюли моя малина Встану рано поутру Вставлю терья от павлина Чтоб гудели на ветру Вставлю терья от павлина Ёлы-палы-лескуслы Разлюли моя малина Буду парень непростой С этим что-то делать надо Может спрятать это что-то под кровать Или вылезь всем в награду Или срочно молотком отрихтовать Или взять, вложить всю душу Раскатать до необъятной ширины Или сузить Или скушать Или вылить ненароком на штаны Разлюли моя малина Встану рано поутру Вставлю терья от павлина Чтоб гудели на ветру Вставлю терья от павлина Ёлы-палы-лескуслы А разлюли моя малина Буду парень непростой Ох, не вышло Только хуже От него ведь можно сдачи получить Как укус Скинет в лужу Или вздумает Касторкою лечить Эль поймает Напихает Перья вытергает Все до одного А без перьев Жизнь плохая Так что лучше не касаться до нее Разлюли моя малина Встану рано поутру Вставлю терья от павлина Чтоб гудели на ветру Вставлю терья от павлина Ёлы-палы-лескуслы А разлюли моя малина Буду парень непростой А разлюли моя малина Буду парень непростой А разлюли моя малина Буду парень непростой И вот сейчас начнется война Алый и белый роз Да Причем не друг с другом, заметьте А с окружающей действительностью Кстати, я вам хочу сказать Вы знаете Что? Ну не могу Да Давно не читал, человек Я тебе на следующий юбилей подарю книжку А до следующего юбилея что делать? Записки читать Перечитывать записки Накидывается на каждую записку Со слухом тоже беда страшная Ученые доказали, что слух с годами становится хуже И не только по частотным характеристикам, но и по высоте Это голос по высоте Голос по высоте Да и слух, и слух тоже Все очень плохо Я просто раньше настраивал гитару так Раз, 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 и все, и играешь А сейчас вот на сцене вообще невозможно делать Это волнение Потому что Но к счастью Придумывали ученые Великий прибор Великий просто Такой приборчик здесь Прям в гитару В делом Ты дергаешь струну А красненькая стрелочка показывает В какую сторону крутить колок Выше или ниже И проблема так одна на самом деле Что зрение с годами Как я уже говорил А то бы только и настраивал гитары Как любил все время говаривать Алексей Игоревич Хороший фильм снимается трижды Почему он так любил говаривать Да Потому что он когда-то был актером Кино Ну, и дальше А сейчас значит У них было много таких крылатых фраз Он мне приносил из ГИК Вот такие крылатые фразы Типа Хороший фильм снимается трижды Один раз на пленку Второй раз С проката А третий раз С полки Это я так говорю? Это вы так говорили В молодости Господи, как же я был умен в молодости Страшно вспомнить Ничего не было Склероз Болезнь для любознательных Да Так вот, песню, которую мы сейчас вспомним Старая песня Ей уже больше 20 лет Вот ее как раз трижды снимали Один раз ее снимали Помнится, в 86-м году Для центрального телевидения Для Первого канала, по-моему Тогда он как-то по-другому назывался ОРТ ОРТ, да В 86-м году? Нет, еще ОРТ не было Это еще было в те времена Это был еще Первый канал Но тот еще Первый канал Сейчас про то, что тот еще Первый канал Но не тот еще Первый канал, который был Но до телеэкранов эта песня не дошла Потому что с эфира ее сняли А вот сейчас мы ее снимаем с полки Кажется, самое время Да, потому что самое время Потому что прямо вот смотришь вокруг И думаешь, елки-палки Как хорошо-то все возвращается Партийные съезды Военные парады Там все эти ура-ура Все это здорово А сколько песен было тогда написано Мы же сейчас можем петь и петь Мы же сейчас все можем извлечь Это из запасников Что? Да Ничего сочинять не надо Конечно Да, так вот У каждого человека есть укромное местечко У меня это правый карман Неправильно Там лежит В этом укромном местечке Можно спрятаться От всего этого крепчающего маразма Который в окружающей действительности Происходит Ну там Поразмыслить Поспорить Поругать Похвалить Себя Других поругать У вас, кстати, тоже есть это укромное местечко Алексей Игоревич Да Ну у меня его Время от времени сносит Оно у вас на плечах Да По боями учить Что мертвого лечить Но многие того не понимали Ученые труды Туды их растуды Вколачивали розгами взады А в это время Ученик Покорный Лежал ничком И охая Притворно Держал в кармане Шиш И тихо Мозговал Над тем Что педагог Не задавал Без шестеренок И карданов Без всяких Видимых Причин И днем, и ночью Неустанно Наш вечный думатель Урчит Он то замрет То вдруг Убыстрит Заветны мысли Дерзкий Бег И никакому Мотористу Его не выключить Вовек Чужие мысли Жечь Что палкой Воду сечь Но многие Этого Не признавали Громили В пух и прах И нагоняли Страх Уничтожая Книги На кострах А в это время Скромный Местный Житель Стоял в толпе И думал Жгите Жгите Ваш Солдафонский Нрав Мы будем Брать В расчет А книжек Понапишем Вам еще Без шестеренок И карданов Без всяких Видимых Приклик И днем И ночью Неустанно Наш вечный Думатель Урчит Он то замрет То вдруг Убыстрит Заветной мысли Дерзкий бег И никакому Мотористу Его не выключить В воде Чужих По чью-нибудь Дуду Любую ерунду Отплясывать Приходится Частенько Рукой голосовать Ногой Маршировать И головой Голосей Забивать Но слава богу Думать Мы Свободны Когда угодно И о чем Угодно И самый Дикий вздор Смешен Нам до тех пор Пока урчит Невидимый Мотор Без шестеренок И карданов Без всяких Видимых Причин Ведь днем и ночью Неустанно Наш вечный Думатель Урчит Он то замрет То вдруг Убыстрит Заветной мысли Дерзкий бег И никакому Мотористу И никакому Аферисту И никакому Террористу Его не выключить В обет Его не выключить В обет Алексей Игоревич Так удивляется Каждому букету Как будто Это у меня юбилей Так у вас же тоже юбилей Вам же тоже 50 Вообще честно говоря Это не совсем честно По-моему Вот я тут Мы споем-поем А все цветы мне Мне так Конечно приятно Но чувствую себя девушкой Немножко в этом смысле Вы мне потом подарите За кулисами Хорошо Под шорох шин Под рог от ветра Послать последнее Прости Менять часы На километры Пропорции Один к пяти И твер в земную Переспорим Достичь прибрежной полосы И утопить Пученья моря Свои японские часы Ах, время, время Темпы, темпы Цайны тайм А мы не считаем Не считаем Не считаем Его транжирим Так и сяк Пока источник не сяк Пока вонят нас Фонари Парижских тайм Легко метать В мгновенье бисер Безможно нарушать режим И не зависеть Не зависеть А маятников И пружин Швырять секунды Понапрасну На ерунду На трепеди Терять минуты Ежечасно Сорить часами Каждый день Ах, время, время Темпы, темпы Цайны тайм Мы не считаем Не считаем Не считаем Его транжирим Так и сяк Пока источник не сяк Пока вонят нас Фонари Парижских тайм Искать любви Как ветра в поле День изо дня За годом Год Пока нас время Не уволит Пока нас не сразит Цикно Ах, колокольчик Дарвал, да я Нам не дается Медлить век И мы часов Не наблюдая Царяем головы Навек Ах, время, время Темпы, темпы Цайны тайм Мы не считаем Не считаем Не считаем Его транжирим Так и сяк Пока источник не сяк Пока манят нас Фонари Парижских тайм Его транжирим Так и сяк Пока источник не сяк Пока манят нас Фонари Парижских тайм Аплодисменты Ой, просто программа такая большая, что надо с ней что-то делать. Видите, а у Гёли наш приборчик далеко. Ему не нужны очки. Аплодисменты Предупреждая птичьим щебетам о том, Что бесполезно дремать, цепляясь за кровать, Что пробил час, пора вставать. Что бесполезно дремать, цепляясь за кровать, Что пробил час, пора вставать. Любовь приходит в каждый дом, Предупреждая страстным шепотом о том, Что бесполезно Робить и ухо теребить, Что пробил час, пора Любить, что бесполезно, Робить и ухо теребить, Что пробил час, пора Любить. Приходят дети в каждый дом, Предупреждая шепеленье о том, Что бесполезно На ножке крестиком держать, Что пробил час, пора Рожать. Что бесполезно На ножке крестиком держать, Что пробил час, пора Рожать. Приходит счастье в каждый дом, Предупреждая чем-то крохотным о том, Что бесполезно В тоске зашторивать окно, Что пробил час, Что вот оно. Что бесполезно В тоске зашторивать окно, Что пробил час, Что вот оно. А сейчас премьера песни. Дело в том, что за те годы, пока мы не пели вместе, а это уже почти 10 лет, мы не пели, но концертов мы не давали до этого юбилея. Мы сочинили одну длинную-длинную песню, почти на 3 часа, называется она «Нордост». И никогда доселе, мы никогда ничего, ни единого кусочка из этой длинной песни со сцены вдвоем не пели. Итак, куплеты летчиков. Как хорошо пять раз перевернуться и на опасном вираже Благополучно в землю не воткнуться, хотя, казалось бы, уже пилоту в небе море по коленам, не удержать его ничем. Готов летать пилот в четыре смены, хотя, казалось бы, зачем я в чисто поле выйду поутру лениво, Прутой винтом и льну хвостом, и заволнуется встревоженная нива под ветерком. Зревет машина прочихавшимся мотором, уйдет земля из-под нее, и обопрется о небесные просторы. Крыло мое! Крыло мое! Пилот живет, подобно вольной птице, всегда не там, где жил вчера. Он не спешит с семьей обзаводиться, хотя, казалось бы, пора. И при нехватке денежных ресурсов не растеряется пилот, он не забьется с правильного курса, Хотя, казалось бы, вот-вот, я в чисто поле выйду поутру лениво, Крутой винтом и льну хвостом, и заволнуется встревоженная нива. Ну а потом, ну а потом, ну а потом, ну а потом, зовутся галки, очумевшие со страху, И разлетится воронье, и всю планету поразит своим размахом. Крыло мое! Крыло мое! Крыло мое! А под крылом моя земля, а под землей руда. А из руды моя страна Дает металл, чтоб в самолете я летал. Дает металл! Вокруг леса, Вокруг поля Моя земля, Моя краса, Мое жилье, А над землей Могучее крыло мое, Оно земля, Оно земля, Мое могучее крыло, Крыло мое, Крыло мое, Вокруг Прямо майя. АПЛОДИСМЕНТЫ Легко, каждый день. Компания, все вы намерены. АПЛОДИСМЕНТЫ Это все вам! АПЛОДИСМЕНТЫ Вы, кто вы получили? АПЛОДИСМЕНТЫ В этом начале я выявил. Это все вам! Все вам! Спасибо. 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 Привет от второго курса геофака. И второму курсу геофака привет. Простите, другой бумажки не нашлось. Сдаем. Тервер. Ходят слухи, что в Нордосте вы использовали плагиат. А именно в некоторых ариях сквозят некоторые наши песни. Да, сквозят. Я вообще должен вам сказать, что и Нордост, и наши песни написали одни и те же авторы. И оба еще живы. И поэтому, что хотим, то и делаем со своей музыкой. Это разве плагиат? У меня в этом году тоже юбилей 50. Правда, это в сумме с сестером. Видимо, это сестра, значит. И эти 50 мы вас знаем. А, я знаю этих. И эти 50 мы знаем вас. Я поздравляю вас, дорогие сестры. Приятно. Алексей Игоревич, выкидывайте все свои буржуйские устройства. Главный улучшайзер стоит рядом с вами в розовом свитерке. Друзья мои, кто бы возражал? Кто бы возражал? Я вам хочу... Нет, это я вам хочу сказать. Хорошо, скажите. Я вам хочу сказать, что я, безусловно, улучшаю Алексея Игоревича только внешне. Вы знаете, у него... В основном розовым свитерком. Потому что музыку я ему очень сильно порчу. Если бы вы видели, как он играет все это один, вы бы не стали слушать то, что мы делаем вдвоем. Мы стали бы, стали бы. Ну что вы говорите? Я хочу сказать, у улучшайзера... Георгий наш всем хорош. Алексей Игоревич, расскажите, пожалуйста, анекдот про медведя. Друзья, вы знаете, мне тоже пришло 4 таких записки спросить рассказать. Но сейчас не время еще. Я думаю, где-то минут через 15. Раньше нельзя. Значит, потом ничего нельзя. С поднем рождения, спасибо. У нас будет еще шанс увидеть Норд-Ост на сцене или в видео. Вы знаете, я верю, что будет. Почему вопрос вы задаете, Алексей Игоревич? Я практически уверен, что будет такой шанс. Мы сделаем для этого все возможное. Я, по крайней мере, точно. Я уже начал делать что-то возможное. Все возможное, что могу, я для этого делаю. Очень большой интерес из разных стран к нему. И, наконец-то, в нашей стране он тоже проявился. А нам хочется в нашей стране. Мы для своих сочиняли-то. Посмотрите, пожалуйста... Посмотрите, пожалуйста, на балкон второго яруса. А то у нас получаются АФ-снимки. Я не знаю, что такое АФ-снимки, но мы готовы посмотреть. Может, еще и улыбнуться надо? Ага. Алексей Игоревич, туда. Туда? Да. Извините, пожалуйста, я даже не сразу заметил, что вы там сидите. Я, наверное, с очень насупленными бровями тут все время, да? Потому что я туда смотрю. В основном. Я постараюсь теперь и туда тоже смотреть. Уважаемый Алексей Игоревич, с днем рождения. Мне уже 10 лет, а я так еще и не слышал анекдот про медведя. Так. Захаров Кирилл. Давай уже расскажу. Расскажи, да, чтобы я уже больше не читал эти записки. К сожалению, он длинный. Его коротко рассказывать безумно. А я его не рассказывал лет пять уже, наверное. Потом он не про медведя, он про охотников. Охотники сидят на привале и между собой обсуждают свои победы. Один говорит, вот я недавно иду по лесу, вдруг слышу, в кустах. Это еще не конец, это их начало. Я туда бах, навскидку. Там вот такой кабан на повал. Второй говорит, это ерунда, я недавно иду по лесу. Вдружно все, в кустах только. И бах, навскидку. Там вот такой медведь. Третий говорит, это все ерунда. Вот я, ребята, недавно иду по лесу, вдруг слышу, в кустах. Третий говорит, это все ерунда. О чем это я? Закончили уже с этой темой. Просим прощения, мы не отвечаем на... Не отвечаем на часть записок, потому что в них длиннющие-длиннющие просьбы спеть ту или иную песню. Очень много про непутевку спрашивают. Но время ее еще не пришло. У нас еще все впереди. Через годик, через два про непутевку споем. Вот. Единственную записку, которую я вот хочу зачистить... Нет, нет, не читаю. А, хорошая, да. Я ее кратенько прочитаю. Прочитайте. Я кратенько, потому что здесь она длинненькая, а я ее кратенько. 50, внушительная цифра. Раневская говорила, я всю свою жизнь проплавала в унитазе стилем бутерфляй. А как вы, Алексей Игоревич, что вы скажете про свою жизнь, про свои 50 прожитых стилей? Все больше кролем, браслом. Куда нам ватерфляй? Ну, в общем, там же. Я очень не люблю коричневые брюки. Я очень не люблю коричневые брюки. У них лоснется сап и пятна блинов. За что уже мне любить? Коричневые брюки, за что же мне любить Коричневые брюки, так я и не люблю Коричневые брюки, и в целом не люблю Коричневых штанов, но ненависть свою Сумею превозмочь я, но ненависть свою Сумею превозмочь я, но ненависть свою Сумею превозмочь я, напялю их себе По самую погрузь, и выйду в них гулять Сегодняшнюю ночью, и выйду в них гулять Сегодняшнюю ночью, и выйду в них гулять Сегодняшнюю ночью на танцы в них придут И детки все помрут Ах, как приятно протянуть свои конечности Свои конечности, свои конечности И пораздумывать часок другой о вечности Часок о вечности, другой о вечности И да, я мне в фонариком плывет баржа Последом три песка река и два маржа А в двадцати пяти шагах водица плещется Водица плещется, водица плещется И в темноте не то кричат, не то мерещится Не то мерещится, мигая мне фонариком плывет баржа Последом три песка река и два маржа Комар летит на костерок полузатушенный Полузатушенный, полузатушенный А я лежу во все места уже укушенный И в глаз укушенный, и в нос укушенный Бегая мне фонариком плывет баржа А следом три песка река и два маржа И потихонечку глаза мои слипаются То разлипаются, то вновь слипаются А в это время с неба звезды осыпаются И осыпаются, и осыпаются Мигая мне фонариком плывет баржа А следом три песка река и два маржа Давным-давно прошла баржа Доль бережка реки, вдоль бережка реки Доль бережка реки И в теплом мыле закемарили песка реки Мои песка реки, мои песка реки Пустую суету мою относит ввысь А я лежу и думаю простую мысль Покуда ноги есть, дорога не кончается Все не кончается и не кончается Покуда поесть не что-то, приключается Все приключается и приключается Мигая мне фонариком плывет баржа А следом три песка река и два маржа Мигая мне фонариком плывет баржа А следом три песка река И два маржа А следом три песка реки А следом три песка реки Я знаю, что к стулу еще не прирос И жизнью не загнан в занюханный угол И бросить дела для меня не вопрос Вот только немножко со временем туго Я буду сдувать с отуванчиков дым И порос штормовки пропитывать спотом И собственным телом до боли родным Кормить комаром по таежным болотам Ходить за грибами с разинутым ртом Ходить на медведя с двумя стволами И все это будет, но только потом Когда я чуть-чуть расквитаюсь делами Я буду под дождиком песни орать И жечь костерок, чтобы дым коромыслом И водку бессмысленно больше не жрать А жрать ее только с особенным смыслом Вдыхать через нос, выдыхать через рот С природой родня, с генетическим кодом И всех предлагаем их прав и свобод Себе выбирая лесную свободу И чувствовать там от тебя в далеке Огромную разницу между полами И пыл остужать в безымянной реке Вот только сперва просквитаться с делами Как жаль, что моя голубая мечта Железной трубой начала накрываться И прикус не тот, и осанка не та И все тяжелее от тела оторваться Но точно я знаю, что время придет Когда перестану толочь тупе воду Когда я почувствую полный вперед Когда, наконец, обрету я свободу Чтобы нервно уже и куда не бежать И больше не жить в этом жутком гадлами А в тапочках белых спокойно лежать Сполна раскрытавшись со всеми делами Большое спасибо! Это почти все, что мы успели вспомнить Когда стряхнет и захлестнет девятый вал Когда в душе самоет ураганный ветер Ну кто из нас хотя бы на час не забывал Про всех кукушек и всех холики на свете Когда в душе самоет ураганный ветер И захлестнет девятый вал Когда котел бурлит, тогда костер горит Когда ничем нельзя унять сердце пиенья Ну кто из нас хотя бы раз не сотворит Чего-нибудь, что всем чертям на удивление Когда ничем нельзя унять сердце пиенья Когда внутри костер горит Когда ворвется свет в раскрытые глаза Когда ударит в ноздри запах зверобоя Ну кто же счастье всем нутром не освязал Ну кто же не был на все сто самим собою Когда ударит в ноздри запах зверобоя Когда ворвется свет в глаза Когда взглянет и захлестнет девятый вал Когда в душе самоет ураганный ветер Ну кто из нас хотя бы на час не забывал Про всех кукушек и всех холики на свете Когда в душе самоет ураганный ветер Когда в душе самоет ураганный ветер Когда в душе самоет ураганный ветер И захлестнет девятый вал Аплодисменты Спасибо 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 Спасибо